На сцене музыкального театра уже выступали с Лебединым озером в середине октября. Не прошло и месяца, и снова этот балет в афише. Это не опечатка. Дело в том, что главную партию в этот раз исполнит приглашенная солистка Михайловского и Московского государственного театров. Оксана Бондрева в Саранске не первый раз. Около 10 лет назад ей уже довелось выступить здесь, только в другом театре. И это не единственное, что связывает балерину с Мордовией. Я знакома с Саранском, это Мордовия, и папа у меня здесь родился и знал мордовский язык, поэтому для меня это, можно сказать, вторая родина. Оксана Бондрева занимается балетом с 11 лет. До этого была художественная гимнастика. Багаж ее состоит из огромного количества наград. За свою творческую жизнь она успела объездить в 47 стран, и это еще не конец. Несмотря на огромный опыт, от занятий балерины не отлынивает и тренировкам отдается полностью. Да и волнение перед выступлением не утихает даже на сцене, казалось бы, регионального театра. Если артист не чувствует волнения перед выходом на сцену, значит, нужно уходить с балета по своей профессии. Мандраж такой приятный, он всегда должен быть, должен быть адреналин, иначе ты не сможешь показать, выразить свои эмоции, сделать образ до конца, сделать какие-то невероятные вещи. Кстати, о Лебедином озере. Не только саранские зрители могут насладиться этим балетом. 16 ноября труппы музыкального театра отправятся на фестиваль в Таиланд. Там они выступят с Лебединым озером и Щелкунчиком. Особенностью этих классических балетов станут 3D-декорации. Спектакль действительно проходит на высоком уровне. Обычно спектакль посещает королевская семья Таиланда. Поэтому мы с нетерпением ждем, готовимся очень серьезно, чтобы представить достойный уровень, высокое качество. Тем более, если мы выступаем вместе на одной сцене с артистами Большого театра, для нас это тоже престижно. На фестивале труппы музыкального театра пробудят до 22 ноября. За это время они выступят 4 раза. Больше всего артистов радует то, что по прилету не нужно будет 2 недели сидеть на карантине. После сдачи тестов они могут сразу приступить к репетициям. Арина Мелешкина, Андрей Просвиркин. Наши новости.